Варнава 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привали в ходу! Держать скорость! Скорей! Завалитесь! Еще в ходу! Курс в открытое море! Куряй! Еще в ходу! На, Бордаж! Захватим коровы! Скорей! Скорей! Продолжение следует... 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 Криптии 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 Криптию Криптию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Закладывай! Здесь ничего. От нас никому не уйти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и ты! Я готов отвезти тебя к царям. Не стоит затягивать. Что ж, идем. Твоя мать уже там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где же цари? Там. Что скажешь теперь? Ха-ха-ха-ха! Ты меня убедил, Архидам. Сдаюсь. Отправьте еще два отряда в Биотию, как я и сказал. Так они разрешают споры. Иногда. Архидам улучшил защиту. Моя заслуга. Брасит, ты с новостями? Говори же! Мои цари, позвольте представить вам Мирин и ее дочь Кассандру, потомков царя Леонида. Как ты смеешь появляться в Спарте? Мой царь, Кассандра помогла нам защитить Каринфию. Помогла избежать бунта и лотов. Эти женщины желают Спарте блага. Прошу, выслушай их. Послушаем, что они скажут. Повременим с наказанием. Говори, Мирин. Я слушаю. Я вернулась, чтобы вновь стать гражданкой Спарты. Здесь моя родина. Ты предала Спарту. Твоя дочь убила жреца и сбежала. К тому же она сломала тебе нос. Нашу семью предали, мой царь. Спарту предали. Мы хотим изобличить предателей. Ты не вспоминала о Спарте много лет. Все это правда. Но, клянусь богами, мои намерения чисты. Понятно, чего хочет Мирин. А что насчет тебя? Я хочу вернуться домой. Сюда. На родину. То, что случилось на Тайгете, навлекло позор на Спарту. Это больше не ваш дом. Докажи свою верность. Служи Спарте. Оправдай себя перед лицом богов. А пока ни у тебя, ни у Мирин нет права жить здесь. Приказывай. И я все сделаю. Афиняне вот-вот одолеют нас в Беотии. Отправляйся туда. Одержи победу. Или не возвращайся. Считай, ты победил. Самоуверенное дитя, не видавшее войны. Найди лагерь на горе Геликон. Отдай это моему полководцу. Не спеши. Два царя, два приказа. Я не Геракл, но два подвига совершу. Вот это речь истинного спартанца. Ты будешь сопровождать нашего чемпиона в Элиду на Олимпийские игры. Мне охранять чемпиона? Я хочу, чтобы лавровый венок достался Спарте. И как ей добиться победы? Самой участвовать в забеге и выиграть? Не в забеге, мой царь. Пусть Спарта победит в Олимпийских играх. Прекрасно. Мы отдали приказы. Возвращайся, когда все выполнишь. Если выполнишь. Я все сделаю. И вы вернете наш дом. Что-то спартанское в тебе еще есть. Брасит, проводи их. Ну? Все хорошо. Учитывая, что голова все еще у тебя на плечах. Да, очень хорошо. Цари щедры, они дали нам второй шанс. Нужно выиграть Олимпийские игры. И войну. Хочешь узнать у меня еще что-нибудь? Что ты знаешь о чемпионе, которого мне предстоит сопровождать на игры? Участник Панкратиона. Его наставник знает, где он. Благодарю. Все не так просто. Тебе придется оберегать его любой ценой. О да. Один из царей культист. И значит, его задание ловушка. Но кто из них? Брасит. Я бы не рискнул говорить это так близко от дворца. Но я был в бою с обоими. Ни один не похож на предателя. Мы не должны никого обвинять без доказательств. Просто будь начеку. Что происходит в Биотии? Афинская армия постепенно вытесняет нас оттуда. Победить их непросто. Если кто и сможет все изменить, это ты. Что ж, я готова. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Поедем вместе. Очень вовремя. Спасибо. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Кто ты? Я? Да так никто. Но ты? Ты величественнее, чем говорил Брасит. Может, вон та статуя в твою честь? Брасит? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Я просто путница. А копье может сломаться у любого. И Орел не твой? Орел. Где Брасит? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Стой. Хватит. Просто путница, говоришь? Скажи мне, где они? Или я срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Говори, где моя мать. Или отправишься к вратам Аида, насаженной на копье, как гусь навертел. Прошу. Пощади. Говори. Они на утесе около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Говори. Или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках? Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Зря ты мне угрожаешь, Малака. Я не угрожаю. Я обещаю! Кто-то уже взял контракт на тебя. Я как раз хотел. Хвала богам, ты здесь. Я получила весть. Я убила посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорил Амирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. Прекрасно! Поступим так же, как ты поступила с дельцом в Коринфии. Я это запомню. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угрозы и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Что ты задумал, Брасит? В отличие от Мерин, я думаю, нужно действовать тихо. Для начала я загляну в его убежище. Вдруг найду что-то интересное. Ну а ты что думаешь? Отправим Архонта в царство Аида. Лишим Спарту запасов. Пусть фальшивый царь собирает крохи. Архонт уже не тот, кого ты знал. Он служит культу. Вовремя я появилась. Это точно. Но пора принять решение. Твоя стратегия разумна, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. Убежище. Убежище. Дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там. А пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.